Всем доброго времени суток! Внизу-то Vanguard, и ваши глаза вас не обманывают. Это действительно восьмой сезон на The Mortal Fate. Он называется Red Eyes Awakened, Пробуждение Красных Глаз. Что бы это название ни значило, я надеюсь, мы сможем это понять в ходе прохождения этого сезона. Вышел он на английском, ну вообще-то уже недель, наверное, как-то, или даже две, я, честно говоря, не помню. Так что, возможно, вы все уже посмотрели, прошли сами, или нечто подобное. Но в любом случае, мы все равно будем проходить, и надеюсь, вам будет интересно. Когда выйдет следующий сезон, неизвестно, а то, что это сезон не последний, я уже знаю. И на самом деле, довольно сложно сказать, сколько сезонов еще будет, я думаю, наверное, 3-4 точно. Потому что в этом сезоне, как я понимаю, будет представлено много новых персонажей. То есть, если есть новые персонажи, скорее всего, ну хотя бы 2-3 сезона они проживут, как мне кажется. Это все довольно забавно, потому что изначально автор задумывал, что в игре будет всего 4 сезона. Но что-то пошло не так. Это как с песней «Льда и пламени» Джорджа Мартина. Там тоже должно было быть всего 3 книжки, а вот теперь уже 5, и еще 2 ожидаются. Наверное, будут ожидаться вечно. Ну, как бы то ни было, давайте уже начнем. Я немного играл в этот сезон на японском, так что можете не волноваться, что я что-то знаю о сюжете. Я поиграл буквально минут 15-20. В общем, большая часть его происходящая для меня такая же загадка, как возможно для вас. Очень интересно, что там за новый персонаж, который был, кстати, на булажке. Ну, давайте начнем. Отставим это, слушай, рассуждение. Эй, лучше в этом было не шутка. Бомбист. Если так пойдет и дальше, нас поймают. Что нам следует делать? Заткнись, я думаю. Ну, блин. Они починили слизню. Но... Это ведь... Верните назад его сломанное окно диалогов. Это придавало ему особый шарм. Мы не можем пойти этим путем, он заблокирован. Если еще есть время, нам нужно разделиться. Мы не можем сражаться с ними лицом к лицу. Игорь. Игорь, что мы слабые. Тут все, что становятся трусами. Смотри на меня. Я проделаю дыру в их, так скажем. Ну, в их рядах. Остановись, Фуга. Он останавливается не в наших привычках. Это Фуга Дрессель. Предсказывайте его движение и стреляйте в него, когда он будет приближаться. Эй, думаете, что у вас есть время? Преимущество за мной. Я вырублю их прямо сейчас. Нам сразу дают поиграть. А? Эти ублюдки. Они... С ними ничего не случилось даже после взрыва? Фуга, отступай! Эти парни отличаются от полиции. Заткнись! Не возможно, чтобы Демон проиграл этим блюдкам. Дай мне еще одну попытку. Этого достаточно. Не впадай в отчаяние. А сбеги с другими и разделитесь. Я знаю пару вещей о том, как смутить военную группу. Интерфейс, как видите, немного изменился. Возможно, в лучшую сторону. Не думай на поле боя. Двигайся! Не умри! Не умирай. Дерьмо. Дерьмо! Наэль Корон. Куда вы, ребята, делись? Да, кстати. Я же немного подзабыл события прошлого сезона. Но Цезарь умер. И ради чего? Вы еще живы, ребят? Не хочу спойлерить, но да, они все еще живы. Именно поэтому игра все еще называется Наэль. Блин, ну прикиньте, Наэль Корон. У вас, кстати, персонаж с обложки. То есть, ну прикиньте, Наэль Корон умрут до финального эпизода. И скажем, Месси, Наэль не сможет держать свое место. Это был бы поворот. Ну, он очень модно выглядит. Оскар Дрессель. Ну, буквально эта вся сцена была, чтобы представить этого парня. Он просто пришел и сказал одну фразу. Наэль спасла свою лучшую подругу Джилля на мемориальной церемонии. С этой энергией она попыталась покончить с ее старым врагом, расовым Беррелсом. Но была неожиданно атакована Беррелсом. Который смог преодолеть свой долг по отношению к Арону. И, в общем-то, в итоге мы проиграли. Вообще, я думаю, период будет лучше. Обещали, что период будет лучше. Кстати, вроде перевод предыдущих зонов подправили. Но пока у меня все равно какие-то сомнения по поводу того, что я вижу. А, из-за... Из-за решения Корона, Нель, которая пострадала от фатальных ран, была быстро восстанавливать кубуков в горах далеко от Лапуаса. Нель ублуждала между жизнью и смертью. Такое чувство, будто мы попали куда-то в Канадо, не знаю. Красно-глазый Дьявол Корон, кстати. А вот у Корона красные глаза. Но, по-моему, Корон, в данном случае, не единственный персонаж с красными глазами, который мы встретим. Я бессилен. Когда-то Лики Дьявол и бессилен, это довольно печально. Рассел превратился в монстра. Да ладно. В конце концов, я мог только защищать себя от его атаки и даже не смог защитить Нель. Нель сильнее. Она прошла через ветер печали и великого Дьявола Сороны без моей помощи. Было-было. Сила человеческой воли велика. Иногда она даже преодолевает ожидания Дьяволов, но... Дело должно быть не смерть. Это нормально, что я только смотрю, наблюдаю, как должен поступить Великий Дьявол. Эх, даже у Великих Дьяволов, похоже, есть такие вопросы, самопознание. Добро пожаловать назад, но Эль все еще в своем старом платье ненадолго, поверьте мне. Ты проснулась? Я не могла долго спать. Ты все еще увидишь этот сон? Тот, где ты проигрываешь Расселу. Да. Эх, что же делать в такой сложной ситуации? Как твоя рана в животе? Похоже, что все становится лучше. Да, благодаря тебе. Здесь шрам, но Расселу моя рана почти исцелилась. Демоны падшие. Твоя... Твоя скорость восстановления быстрее человеческой, но без лечения или анестезии, тебе придется переносить боль естественного исцеления. Ты тяжело работал эти этого месяца, последние два месяца, но если идешь в кошмар, я ничего не могу сделать. Я сделал все, что мог, обогревая эту комнату, надержая эту комнату в тепле и меняя мои винты. Это удивительно, что я восстановился только хорошо и даже не встретил, ну, без помощи докторов. Уже прошло два месяца с тех пор. Да, большой перерыв. И действительно прошло два месяца примерно, может, ну, вообще, наверное, больше, когда я там последнее видео залил. Уже зима. Нам, как-то, как-то, пришлось просить Оскара и Фуга в Лопласе. Интересно, предки ли они? Я не знаю, мы покинули Лоплас после меморральной церемонии. Такой диалог экспозиции. Просто автор вываливает всю эту информацию на нас. Ну ладно, ну я не думаю, что они так легко сдадутся. Мы должны отправиться в... ну, спуститься с гор, чтобы найти какую-нибудь информацию. Прямо перед церемонией в Лопласе происходило немало изменений. Теперь, когда время прошло, Лопласа должна быть сильно изменился. Ты прав, я не могу отдыхать вечно. Что не так? Нет, ничего. Дрожь, может, мне холодно? Но ты не можешь выходить наружу в таком виде. Это... Я нашёл это внизу, вот, чтобы это не значило. Или ты планировал бродить в снегу в этом платье? Это очень симпатичное платье. Увидим ли мы его когда-нибудь ещё? Ты переоделась? Тогда давай пойдём. Так, ну, Нейль, новый сексуальный костюм. Гораздо более брутальный, скажем так. Вот теперь мы готовы дать бой врагам. Да. А ведьма смертной судьбы... Нейль Серкет. Если кто забыл за прошедшее время. Это дрожь. Она ведь была из-за холода, верно? Снэль что-то не так. Восьмой сезон. Пробуждение красных глаз. Это мне интересно. Ну, во-первых, как я уже сказал, корона красных глаз. Но, насколько я помню, в этом сезоне будет новый персонаж. Который, скорее всего, не человек. Так что это всё довольно интригующе. Нейль привыкает к её... Нейль привыкает к её протезу в ноге. Знаете, вот сейчас, вот когда я это переводил, я такой спросил вслух, а что, у Нейль с ногами что-то не так? А потом я вспомнил, что так и да! С ногами у неё что-то очень не так. Я просто уже привык. Я уже забыл, что она инвалид, понимаете? И её скорость ходьбы немного увеличилась. Блин, вот это прогресс! Я не знаю, насколько интересно. Может, теперь она бегает как спринтер по сравнению с прошлым? Это ужасно. Так, давайте вернёмся назад, посмотрим. Может, в этой комнате есть что-то интересное? Ну, я на самом деле в этом сомневаюсь. Похоже, что нет ничего, кроме стандартной RPG-мейкеровской графики. Так что давайте уйдём отсюда. Там у меня сразу грустные мысли о том, что про свою игру... Давай пойдём по заброшенной тропе. Держись поближе ко мне. Ну, собственно, у нас нет никаких приблин. Мы бегаем, теперь быстрее корона. Что произошло с этой женщиной, девушкой? Просто мы быстрее. Я не знаю, как это произошло, но это прекрасно. Для неё очень, на самом деле, нравится новый наряд на Эль. Он довольно классный. Хотя платье тоже было симпатичное, но... Нельзя же держаться за него вечно. И мне нравится, на самом деле, что автор учитывает такие мелочи, потому что и правда ходить по такому морозу... Ну, выглядит это очень холодно, на самом деле, ходить по такому морозу в платье. Ну, такое... Бродячая собака. Может, она была привлечена твоим запахом? Я, кстати, когда играл в Дэм... Ой, не в Дэм, когда играл на японском, первые эти... Ну, эти первые пятнадцатые сезоны, я подумал, что это волк. Это просто собака. Грусть. Сейчас что, время думать о чем-то подобном? Нам нет причины пугаться от подобного зверя. Так, у нас новые стили боя. Корон, так сказать, совершил обзор своих стоек. За последние два месяца я нашел новый боевой стиль. Вы там видите иконку под здоровьем в верхнем левом углу. Так, зеленая иконка показывает, сколько у нас осталось лекарств. Как я уверяю, что вы будете автоматически останавливать свое здоровье, когда он будет уменьшаться, используя лекарства. И синяя иконка. Когда она появляется, автоматически используется навык, когда вы ударяете по врагу. Вы будете знать результаты применения навыка после того, как используете его. Там, где можем парировать. Хорошая работа. С этим навыком урон врагов просто неэффективен. Вы можете атаковать односторонне, скажем так. В одну калитку, в общем. Когда вы используете навык, иконка станет серой, и его не делают использовать. Но через какое-то время она снова станет синей. Используется навыки активно. В общем. О боже, еще одна псина. Хм. Еще одна. Иногда даже больше, чем раньше. Одного дара будет недостаточно. Погоди-ка. У корона может быть больше, чем один навык. Этот навык будет автоматически использоваться, когда появится иконка. Давайте посмотрим, что это за навык. Этот навык сильного удара, судя по всему. Ну вот и отлично. Хорошая работа, кстати. Когда пропала Ноэль? С этим навыком мы сможем уничтожать врага одной мощной атакой. Если использовать эти навыки эффективно, то заражаться будет как раз там проще. Если у вас есть время, вы практикуетесь использовать их. И начнем практиковаться на Ноэль. Вообще-то она инвалид. Это абьюз. Ты плохо управляешься с кошками, но, похоже, с пройдящей собакой у тебя проблем нет. Если бы я захотел, я мог бы прибить и кошку. Если ты это сделаешь, я твою задницу откинаю. Блин, а вот это агрессия. Что такого милого в этих монстрах? Я совсем этого не понимаю. Она все еще жива. Эй! Не то, что я не думаю, что ты планировал помочь ей. Это лучше, чем оставить ее страдать. Но это не значит, что тебе нужно было убивать ее. Эй, что не так? Верно. Если бы я допустил в тебе одну ошибку, я могла умереть также от атаки мэра Баррлса. Нет, нет. У меня смысл вспоминать что-то подобное сейчас. Соберись на Эльсеркете. То есть я еще шокирована? Твое лицо выглядит бледным. Ничего. Давай пойдем. На что ты запялишься? Давай пойдем. Ты-то что стоишь? На что я пялись? Каким-то образом он нас все же обогнал. Ладно, потопали потихоньку. Корона потихоньку устанавливает все его навыки. В принципе, достаточно интересно, да, что, так скажем, новая система появилась. И вообще все выглядит довольно таки приятно. Ну, похоже, теперь мы не можем никак блять на стойки корона. В общем, это немножко грустно. Хотя я все равно в них не разбирался. Будет в крови, но да, и особой разницы в них не было. Мы много прошли. Не, високо, если мы уже почти достигли города. Ну, это такой очень большой городок. Недалеко от Валакуаса. Так что сомневаюсь, что там будет много людей. Если уж рядом с ними город, то, возможно, там гуляет один-другой слух. Верно. Я надеюсь, люди не знают, как мы выглядим. С этого момента будешь ходить по шумным улицам одна. Я буду следовать за тобой из теней. В тенях. После я постараюсь не уделяться. Если что-то случится, я рассчитываю на тебя. Не с собой, а сейчас ставь это на меня. Отлично, отлично. Да, вот я помню. Вот в этом городе, блин, я просидел, играя на японском, кучу времени. И, честно говоря, я рад, что поиграл в игру немного на японском. Потому что, потому что сейчас бы я тоже сидел бы полчаса. Так. Тут у нас можно купить всякие интересные вещи. Так, это повышает наш гауч, заряд наших навыков, очевидно. Ну, денег у нас, ошибки, нет. Так что, давайте почитаем газетку для начала. Газета. Даже никто-то оставил ее здесь после того, как прочел. Вообще-то, лучше с собой забирать такие вещи. Выбрасывать, если уж на тени не нужно. Сразу мне испортилось мнение о людях этого города. Так, бла-бла-бла, упаси еще раз. Бла-бла-бла, лопаси. В общем, ничего не улучшилось. Он обследуется. Ой, не обследуется, а под наблюдением от контртеррористической группировки ОСТ. Ну, еще два, уже два месяца, как. Единственное изменение, это то, что всякие банды, злодей, негодяи в трущобах теперь под контролем. Ну, это плюс, разве нет? Но цель на Рельсеркете и связанные с ней персоны все еще на свободе. И, в общем-то, раздражение местных увеличивается. Под наблюдением. Как я и думал, контртеррористическая группировка, военные силы, в лопаси. Нужно найти больше деталей, поищем еще информации. Ну, давайте и правду поищем. Ты знал, что какие-то неизвестные воры там шатаются на задней... Ну, на задней аллее в последнее время. Я знаю, это раздражает. Они, наверное, пришли сюда, потому что в Акуасе все изменилось. Я знаю, я тоже что-то ненавижу. И слышу, что они обычно бродят здесь, но мне интересно. Если есть какая-то секретная дорога к задней аллее или что-то подобное. А, ну да, вот на японском я этот делок понять не мог. Потому что он был, собственно, на японском. А вот теперь, я думаю, я бы быстро нашел эту, собственно, заднюю аллею. Тропу к ней. А вот так я пришлось искать слепую, знаете, я очень долго искал. Но на самом деле, все равно, мне кажется, не так уж легко найти тот секретный ход. Он прямо сейчас на вашем экране. Так, собачка, она лает на нас. Это страшно. Так, я думаю, в дома заходить нам большого резона нет. Какой приятный аромат. Похоже, это кафе. Люди и слухи будут собираться здесь. Нам не нужны деньги, чтобы зайти внутрь. А вообще-то у нас есть аж две монетки. Ну ладно. Ладно, давайте пойдем на заднюю аллею. Собственно, я думаю, вы теперь уже видите, где она. Так, сюда мы же не можем пойти. Тут какой-то мужчина на заднем дворе. Ну, он нас не интересует. Ладно, отправимся на заднюю аллею. Собственно, вот проход. Довольно таки сильно он замаскирован. Ну, у меня были проблемы с ним, чтобы его найти. Эй, эй, это не место для юной леди. Иди домой, это наша. Погодите-ка. Эй, погоди... Действительно. Эй, погоди. Погоди-ка секунду. Что? Девочка с светлыми волосами и повязкой на глазу. Может, я ошибаюсь, но... Разве это не та демон Серкетти? О, нет. Она... Она... Злобный террорист. Почему ты здесь? Если вы это поняли, я не могу вас отпустить. Паркур. Корон? А? Дьявол? Это определенно они. Мне придется сначала заткнуть тебя, Геру. Сначала заткнуть вас. Пацаны, ну... Не расходитесь. Так, ну, вроде с этими разобрались. А, остановитесь, мы сдаемся. Мы будем держать рот на замке. Хм. На никаких причин держать. Оставлять вас живых. Это будет проблематично, если вы донесете на нас. Погоди, погоди. Они просто какие-то случайные... Бандиты. Ну, это уже плохо, мне кажется. Мне кажется, нужно ощущать подобную грязь. Так сказал бывает и Ганя. Здесь нужно заходить настолько далеко. Если не знают, кто мы, то вы... Если это... То это хорошая возможность запросить их, получить информацию. То может человеку-то просить там убить. Ну, ладно. Наверное, какой-то стал слишком кровожадный. Надо запросить. Может быть. Тогда насчет текущей ситуации в Апласе. Расскажите нам все, что вы знаете. Хорошо, хорошо, я расскажу вам все. Дерьмо. Ну, что за черт? Чего в Апласе-то происходит? Карни. Мы сбежали из Апласа. Мы здесь там кое-что натворили. Ну, не на таком уровне, как вы, ребята. Будет проблематично, если нас поймают в этой охоте в трущобах. Охота в трущобах? А вы не знали, Баррлс и эта контртеррористическая группировка. Эти парни из-за сети... Из-за сети. Или на сети, так как из-за сети, можно читать. Ладно. Ну, может быть, оно так и не выглядит. Но в Апласе есть свои, скажем так, дыры. И в трущобах достаточно возможности. Или даже висит кое-какой бизнес. Такой черным рынком. Но дело не в этом. Эти солдаты... Эти солдаты с пушками. И совсем внимательно следят на всех улицах. Баррлс, позволю воршенным людям заполнить улицы. Воршенные люди на улицах? Все так сильно изменилось. Я думаю, Баррлс, не можете сейчас позволить себе думать о комфорте жителей. Из-за вас двоих. Невозможно. Если это сравнить с тем, когда он заключил контракт с Ямом, только для того, чтобы избавиться от компаний для перевозок. Он отдастся к ухороту военным, только для того, чтобы уничтожить нас. Теперь, а сколько далеко он зайдет? Так, ну, в общем, тут такие проверочные пункты на тех местных дорогах Клопуаса. Все, от сумок до людей проверяется. И я уверен, что и продавцы, и покупатели этого не выносят. Наблюдательные пункты, они ищут вас, верно? Ну, если вы рядом будете прятать здесь, прячетесь здесь, я думаю, эти проверочные пункты бессмысленны. Это верно. Мы вас не выдадим, я не хочу, что оказаться в еще каких-то проблемах. Все довольно серьезно в Клопуасе. Похоже, да, в лучший раз посерьезен. Надо привезти военных, и так и в таком количестве. Мне интересно, в порядке ли фуга и остальные. Мы закончили, мы никогда друг друга не видели. Хорошо? Если солдаты наил узнают, что мы встретились с демонами, кто знает, что они с нами сделают? Информация была полезной. Спасибо. Не забывайте. Если скажешь я тебе одно слово, хоть кому-нибудь об этом пожалеете. Мы знаем. Тогда давай пойдем, Карл. Да. Ну, еще больше что. Ну, у них довольно худой кошелек. Это, 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 что ж, называют ограблением? Тебе нужны деньги, чтобы отправиться в магазины, где шлевается много людей. Это очень важно для того, чтобы собрать информацию. Это, это должно быть правда, но... Ты используешь милый сладок от этой ситуации, для которого это хватает, что я не всем понял фразу, как всегда. Прости, я не буду причинить больше проблем, так что... Пожалуйста, думай, что ты был со мной довольно щедрый. Почему бы тебе не отдохнуть немного внутри? Это отличная возможность, которая вряд ли появится снова. Отдыхай, пока можешь. И он упрыгнул, а ты паркурист. У нас есть деньги, теперь можем отправиться в это кафе. Смелее вперед. Если я пробую поговорить с ними напрямую, они станут подозрительными. Ну, не знаю, мне кажется, кафе так аж редко, что кто-нибудь с кем-то заговаривает. Однако наша, скажешь так, внешность довольно-таки примечательна. Ну ладно, давайте обратимся к хозяину. Добро пожаловать. Похоже, он не понял, кто я такая. Я закажу что-нибудь и присяду. Да, одиноко сидим, вряд ли мы сможем поблатать с людьми, разве что послушать их разговоры. Похоже, что никто на меня не смотрит. Это маленький городок у подножия гор. Я думаю, что никто здесь не запоминает лица разыскиваемых преступников. Но мне интересно, когда был последний раз, когда я спокойно пила чай в кафе? Когда никто не преследует меня? Отдыхать всё по месте, когда никто меня не преследует? До этих пор это выглядело, не показав чем-то особенным, но что-то маленькое вроде этого. Это нечто. Зачем я могу быть счастливой, за что могу быть благодарна? Если я могла, я бы хотела остаться здесь. Ага, о чем я только что думала. Конечно, я не могу этого сделать. Я был прикол на кровати два месяца. Мне нужно собраться как можно быстрее. Но я же проиграла однажды и почти умерла, когда я вернулся в Аплаз. Что мне следует делать? Блин, мне кажется, нужно собрать такую армию демонов и дьяволов и уничтожить расу. Блин, ну не можешь расу быть настолько сильным. Я как... Блин, я, честно говоря, не помню. Я так понимаю, черпать свои силы как раз его долга перед короном. Прямо сейчас собираюсь прекратить думать эти последние два месяца. Хотя я отдыхал в кровати, я всё ещё была напряжена. Я должна быть встала. Лучше не задумываться обо всём этом прямо сейчас. И попытаться подслушать чешие разговоры. Если Нэль будет внимательно слушать их ом кафе, она может услышать разговоры посетителей. Кликните по месту, где хотите подслушивать, чтобы найти слухи. Так, может тут... Бармен. Мой дедушка раньше имел коттедж в горах. Думаю, тебе могу ещё использовать его. А, это гора. Я был ребёнком, это было тихое место. А, это было место для отдыха, что ли? Ну, теперь он всё-таки довольно-таки заброшенным. То же самое со зданием, но дороги тоже исчезли. Я думаю, будет стоить много денег, чтобы использовать его снова. Ну, я так и думал, даже если нам придётся... ...статься здесь. Мой коттедж много отделён, всего остального. Это тот горный коттедж, где мы прятались. Ну, ладно, для вас, значит, это не очень важная информация. Мне интересно, сколько велики военные силы в Лапуасе. И слышно, что там целые... ...капальни? Ну, значит, сто-двести человек. Настолько много солдат, уже два месяца. Должно быть сложнее для мэра. Ну, один из командиров, это лейтенант Льюс Мари. Это женщина? Да, это женщина. Женщина-офицер, которая нежна и умна. Если кто-то настолько зрел ведёт всё это дело, то это должно быть нормально. Льюс Мари. Мне интересно, она что, знаменита? Кто-то достаточно известный, чтобы вести военные силы. Ну, что ли, может, правда, это сделать? Льюс Мари. Интересно, мне для неё поглядеть. Больше женских персонажей. Те ж новые персонажи довольно здоровы. Так сказать, обновить весь каст. Раз они OCT прибыли в Лапуас. Да, похоже на то. И командует там... Так, вы говорите, запутался. OCT — это контртеррористическая организация. Военные силы от них отдельно, что ли? Так или не так? Похоже на то. И командир этот, монстр-генерал Дреттен Бергман. О, боже. Собирается начаться война? Я собирался отправиться в опасность. И еще в следующем месяце, там, под каким делом? Это вообще, ну, стоит ли? Тут много проблем, которые включают себя в него. Он ранил заложников, упил оподотереваемых, не задавал никаких вопросов. Тебе лучше помолиться, что если... Тебе лучше помолиться. За то, чтобы ты не оказался посреди какой-нибудь перестрелки. Прекрати это, черток неудачно. Но если там и другие офицеры, то всё будет в порядке. Треттен Бергман? Мне интересно. Ну, значит, он командир этой контртеррористической группировки. Похоже, довольно жесток. Надеюсь, мне не придется встретиться с ним. Думаю, придется. Я думаю, нужно ходить. Хорошо, у меня достаточно информации. То есть, военные силы и контртеррористическая группировка, это как бы две, скажем так, организации. Чего-то я всегда оставил между ними знак равенства. Я думаю, это вся информация, которую он могла найти здесь. Воплаз захвачен контртеррористической организацией. По крайней мере, это я понимаю. Всё ещё есть время. Давайте посменим локацию и продолжим искать. Так, ну и куда нам идти? Время сохранится. Можно было бы на этом закончить серию, наверное. В то же время в городе Воплаз. Внутри люди. Блин, игра-то прям полознакомые места менялась. Я что-то запутался, в общем. Ну, думаю, мы со всем разберемся уже скоро. Следующий серий, например. Блин, ну теперь, ребята, выглядит как-то нереально. Прямо с Контерстрайка подъехали. Воплаз, бывший университет Сант-Анджело, там в Соплазе. Ну, сейчас это... В любом случае, сейчас это штаб для контртеррористической организации OCT. Я так понимаю. Прошу прощения. У Барролса, кстати, тоже новый наряд, довольно симпатичный. Моя пальтишка или что это? Ты здесь? Добро пожаловать в мир Барролс. Сегодня-то довольно прохладно снова. Когда так холодно каждый день, довольно сложно выбираться из постели. Наталья, я так понимаю, льюс, а этот мужчина, он как раздратный. Она довольно симпатичная, нам никого-то напоминать не угодно. Я просыпаюсь в 5 утра, кажется, что день в 5 утра. Точно нужно завершить всю работу, которая создает время деловых часов. Раслова Барролса, мэра Воплаза. О, Боже, какой вы трудолюбивый. Удивительный мистер мэр. Оставим с этим... Оставим разговоры. Давайте перейдем к бизнесу. Точнее, к делу лейтенант. О, Боже, как холодно. Но, прошу прощения, 2 утри еще не прибыли. Что это, что еще за 2 утри? Вы правы, я не видел 2 утри. Что такое 2 утри? О, так устало. Ты опоздал, идиот. Что ты чем-то занимался? Я не опоздал. Я пряга как раз вовремя. Не смущай нас чем-то настолько глупым. Из-за того, что ты ленив. Ленив все, у сети не воспринимать серьезно. Перебывай сюда раньше, гостя. Заткнись. Иди сюда, вот этот главный. Единственная человека троишь как главного. Хорошо, хорошо. Мэри, то 2 утри. 2 утри, то может 2 лейтенант, что-то подобное. Успокойтесь. Все здесь, Саша. Давайте быстренько. Так, кстати, пробежимся по всему. Если начнем спорить перед нашим гостем, раз это не будет выглядеть плохо. Хм, конечно. Ребелия, время работать. Если бы его звали Ребелия через И, а не Айф, то это было довольно забавно. Как будто, наверняка он тоже будущий... Ну, из его имени... То из его имени можно было бы однозначно сделать вывод, что он будущий мятежник. Очень уж похоже на звучит на Ребелия. Восстание. Наверняка, в бразилии, не саканам. Мы будем бодро сражаться с Баррелсом вместе. У него довольно жуткий шрам на голове, кстати. Мне интересно, сколько уже раз у нас были эти брифингами. Мистер Мэр, похоже, занят, поэтому я пропущу представление. Глава команд... Ну, в общем... Блин, не знаю, как вертили Симмэчер. Типа, вид на фигуры, так, по усите. Я командируйте их силу, Дреттон Бергман. Дреттон. А у первого взвода никаких контактов с демонической группой. Капитан первого взвода, Дреттон Бергман. Эх, у нас как раз не хватало бородатых мужчин, мне кажется, среди персонажей. Так что приятное разнообразие. Дреттон Бергман известен со своей жестокией идеей. И является сильнейшим в этой группе. У него множество достижений... У него множество достижений, так что и много проблем его. Это его стратегия. Льюс Мари. Второй взвод. Никаких контактов с демонической группировкой. Ну, как я и догадывался, в общем-то. Все, я понял правильно. Льюс Мари. Довольно симпатичная женщина. Льюс Мари. Действительно и нежная, но я не могу понять, что она думает. Со мной... Если с первого взгляда кажется, что военная группировка вроде OCT не подходит ей, но возводца, которым она командует, у него постоянно нет никаких хранений. Она может казаться мягкой, но если я недооценю ее, то я сильно об этом пожалею. В общем, нам нужно это учитывать. Второй лейтенант Осетина, да, я был прав. Ребелиострада. Третий взвод. Никаких контактов с демонической группировкой. А что же там с фугой Оскара? Капитан третьего взвода. Ребелиострада. Так они выимали Оскара или нет? Ребелиострада. Я совершенно не могу его прочесть. Все еще июнь. Неизвестен. С плохим, с дурным нравом. По его, похоже, его похоже не сравнить с другими офицерами, но... Я не выбрала себя что-то бессмысленное, слиное в военных силах страны. Так что это значит, что и в нем есть какая-то из... Есть что-то, какая-то изиментка, скажем так. Ну что, можно сказать, он приселился в его черный ящик. Не то, что с этим не проглядывать. Значит, не было никакого их знака, указывающего на них с той битвы с третьим взводом месяц назад. Вот мы перешли к тому, что видели в начале самого сезона. Похоже, даже мы не можем найти эту демоническую группировку. Никаких появлений за месяц. Это странно. Давайте снова вспомним о том, в последнем разе, когда у нас был с ними контакт. Третий взвод под контролем лейтенанта Ребелия. Верно? Месяц назад команда... Команда Б третьего взвода сражалась с 5-ти членами демонической группировки. В... Дворе с контейнерами, я не знаю, как правильно сказать. В Апласе. Фуга Дрессель и Оскар Дрессель. Вместе с тремя другими последователями. Я не был на месте действия, поэтому я могу говорить только исходя из доклада моей команды. Там не было никаких... Там не было никаких знаков, указывающих на присутствии на эльстеркете этого дьявола Корона. Прямо сейчас эти пятеро в веках, как Оскар-то сбежал. В общем, вопрос. Сколько раз я не слышал, это просто позор. Но враг демон. И больше, чем один. Я новичка, я думаю, мы можем сказать, что это была неплохая работа. Раз уж никаких... Раз уж не было никаких жертв. Среди нас. Потерь, в общем, правильно сказать. Два месяца с тех пор, как ОС-Ти расположилась в Апласе, СИБ огромное расследование сконцентрировалось вокруг трущоб. Солдаты с оружием, уже бродящие по городу. Горожане должны быть нему чувствовать себя беспомощными. И вся причина, по которой я позволил вам быть вооруженными, это потому что я надеялся на быстрые результаты. Ха. Если я войду в контакт с технической группировкой, то сражаться с ними всякого разрешения. Мы пришли сюда не для того, чтобы защищать горожан. Мы пришли мы здесь, чтобы убить этих террористов. Ваша работа, мистер Мэрда, убедить этих гаражен, что мы делаем нашу работу. Даже если вы так думаете. Те не является ли... Мне более-более... Как это сказать-то правильно? В общем, куда бы вы были здравомысленно, не говорите-то передо мной. О, мои извинения. Я прошу прощения. Пожалуйста, примите, что мой командир просто такой вот человек. Но не беспокойтесь, Мэр Бэрролс. Мы не будем делать ничего... ненужного. Орден контроля терроризма. ЛСТ, это в злу... Это организ... Организация, которая заставляет молчать толпу, которая нарушает порядок. Конечно, мы с вами попытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы не нарушить порядок в Апласе. Верно? Разве не об этом вы думаете, второй лейтенант? Хм. Наверное. А чё Жак не может сказать, кто на самом деле нарушает порядок? Может быть, тут есть куда больше рыбы, чем на Эльсеркете, которая всё ещё порячится? А такой намёк на Барролс, а Ребель вот у вас уж неплох. Хм. Я так не думаю. Потому что на Эльсеркете выделяется больше всего в этом городе. Разве это не значит, что она нарушает порядок больше всего? Это очевидно. А? Разве я сказал что-то странное? Вам бы стоило знать, что это лучшее. Раз. Исходя из вашего возраста. Исследуйте какие-то дерьмовые лодники. Что вы имеете в виду нарушает порядок в том, что она выделяется? Порядок может сравнить с них и гладил воды без волн. А тот, кто вызывает возмущение в океане, некое под названием опасность, это тот, кто нарушает порядок в опасе, независимо от причин. Что бы ни было сказано, что бы ни было сделано, здоровый смысл заключается в том, чтобы не создавать проблем в обществе. Если из-за тебя возникают волны, то тебе стоит привести под контроль независимый... Блин, что-то запутывался, какая-то сложная фраза. В общем, независимо от того, кто твой враг, кто твой друг, хорош ты или зол. Мне кажется, Ребелия не очень доволен той логикой. И... Что мы имеете в виду? Исходя из вашего возраста, второй лейтенант. Хорошо, хорошо, я заберу это назад. Я ничего не говорил. Я, наверное, лет 30. Хорошо. Мы уходим от темы. Мы смотрим на текущую ситуацию. Последний раз, когда мы их видели месяц назад, там было 5 ращей в демонической группировке. Если мы не будем думать о совпадениях или исключениях... Примерно 9 из 10, что на Эликарон больше не находится в городе. Но вполне вероятно, они где-то рядом, если их друзья... По крайней мере, вот что значит то, что их друзья все ищут здесь. Мы должны серьезно начать планировать наше расследование за пределами города. Третий злот Ребелия начнет... Третий злот Ребелия возьмет на себя охоту в горах. Третий злот вы готовы? Да. Ну, в общем-то, теперь понятно, почему Ребелия на обложке этого сезона. Скорее всего, он будет главным антагонистом этого сезона. Конечно, мистер... Блин, как стало грустно, что есть много персонажей, которых мы уже не увидим при Реджино. Он ведь так долго будет, скажем так, с нами. Конечно, мистер Мэр, вы включены. Полиция и охранники нам нужны все. Я понимаю. В таком случае, я буду сотрудничать с вами. Припасы для оружия. Припасы, включающиеся оружие и еду. Также будут продолжать выступать вам. Хм. Ты лжец. Я знаю. Ты делаешь все, что ты хочешь в тенях лопаса. Террорист ты и ты. Я уничтожу любой мусор, который нарушает порядок. Ого-го, неужели у Барвелсов появился еще один враг? Это отвратительно. Силы из высот солдат, которые бродят по лопасу, заставляют нас умолять об их помощи, унижающие. Даже если группа демонов где-то на свободе, если страна отправляет так много сил для местного города... для местных... для... для... ну, небольшого инцидента... в общем, небольшого такого инцидента в лопасе, как я и думал. Должен ли я убить их? Хм. Моя позиция... Теперь другая. Я не могу просто взять и сделать это на Эль. Я должен быть терпеливым, пока мы не уладим. Все. Я покончу с тобой. Я заставлю его сети замолчать. И защищать его до конца. Моя собственная месть и секрет. Вам переданы лопасы. Я, наверное, плохо перевел. Надеюсь, что вам все же было понятно. Давайте на этом закончим серию. Довольно... Ну, познакомились мы с новыми лицами. И причем я еще не совсем никакие понимаю. Еще один персонаж, насколько я знаю, должен быть в этом сезоне новый. Ну, рад я вернуться в эту игру. Ничего не скажешь. Достаточно интересно, что же будет дальше. Тем более, когда у нас появилась, так сказать, третья сила на поле боя. Которая против нас. Ну, не то чтобы забарреллся. Скорее, не забарреллся вынужденные союзники. В общем, достаточно интересно. Идет посмотреть, как эти персонажи раскроются. Что произойдет. Как на Эликарон будут продолжать сражаться. В любом случае, с вами был Авангард. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующей серии, друзья. До новых встреч. До новых встреч в следующей серии. До новых встреч.